20 лет на сцене, я певица. Солнышко в руках, та-ра-та-та-там. Да, у вас сейчас уникальный момент увидеть Сашу Дверю без макияжа. Стоит ли переехать в Америку? Если у тебя нет бабла, сиди дома. Саш, можно заклиниться в твой холодильник? Вот икра, пожалуйста, красная. Икра черная, астраханская. У тебя большая семья. Пока, мам. Пока, мам. Работа. Написать пост, монтировать видоси, обработать фотки. Давай сейчас пару с ним. Давай сделаем. Где выйдет, расскажи. На моем YouTube-канале. Мы там будем говорить обо всем. Втянула и держишь. Только полюбив себя, открывается совершенно новый иной мир проживания в сейчасе. Сейчас я счастье. Всем привет. Меня зовут Элина Федорова. Сейчас я нахожусь в Марина Дел Рей. Это район Лос-Анджелес. Он очень классный. Он находится прямо у океана. Я здесь много раз была на съемках. Просто обожаю это место. Сегодня я приехала в гости к Саше Зверевой. Саша блогер, певица, бизнес-вумен, мать троих детей, спикер. В общем, можно долго перечислять. Мне просто самой интересно узнать, как она все это совмещает, как она ведет настолько активный образ жизни, при этом успевает следить за собой, за своей внешностью, за фигурой. Я уверена, что Саша поделится с нами своими секретами, лайфхаками красоты, здоровья и успеха. Сегодня будет очень интересный выпуск, поэтому досмотрите его до конца. А тем более, в конце этого видео вас будет ждать классный конкурс. Пока, мам. Дай бога. Они не носят с собой учебники, потому что им все дают в школе. Пока, мам. Пока. Ты с чем кашелью? С яблочкой. У тебя большая семья, трое детей, работа. Скажи, пожалуйста, как проходит твой обычный день? Мой день начинается приблизительно в 7 утра. Ты просыпаешься в 7? Я просыпаюсь, да, но слава богу, у меня есть помощница. Я уделяю внимание Дэну. Проверяю, чтобы у мальчиков все было в порядке, чтобы они оделись красиво, а то без меня они тут одеваются. Например, как у Макара проблема. Он не может носить одежду, где что-то написано, какие-то гуччи там и так далее, потому что у них в школе почему-то начинают сразу чморить тем, что у тебя фейки. Мне не нравится штаны. Чего не нравится? Штаны. Надо привыкать, не зависит от чужого мнения, Макара. Они любят брендовые вещи, потому что люди считают, что это фейки. У них своя боль внутренняя, они переносят на моих детей. Во сколько ты ложишься спать обычно и сколько часов у тебя длится сон? Девять я уже укладываю детишек. У нас где-то с 9.30 до 10 у меня время с Дэном опять же. И потом, в лучшем случае я иду спать, но часто бывает такая практика, что я иду работать в Инстаграм. Вот там это как раз время постов, потому что начинается 8 утра в Москве и нужно выкладывать, нужно постить, нужно комментировать и так далее. Да, у вас сейчас уникальный момент увидеть Сашу Звереву без масок, без фильтров, без макияжа. Сегодня у меня обычный день нормальной, среднестатистической мамы. Нужно собрать своих детей в школу, развести в школу и потом заняться своей работой. А вся моя работа заключается вот в этом. Написать пост, смонтировать видосик какой-нибудь, обработать фотки, дать указания по бизнесу. Я владельца трех разных бизнесов, у меня семинары мои. Проехала от Калининграда до Камчатки, причем самое удивительное, с моим Дэном даже мы проехали. Он как американец, он побывал реально больше в российских городах, чем многие россияне. Впервые с тобой или он раньше был в России? Он был год назад первый раз приехал, когда мы только познакомились, он сразу получил русскую визу и рванул за своей женщиной в Россию. Второй бизнес, я произвожу косметику, производство у меня в США, я все это потом здесь произвожу и отправляю в Россию. Моя главная эмоционная, главная гордость, это полочка с моей косметикой. Видите, написано SZ и Саша Зверева, значит. Занимаюсь пошивом одежды, отшивается она у меня в Европе и продаю ее и в США, и в России. Это одежда для кормящих, для беременных мамочек. Так, маленький секретик для мам, я всегда наношу на одежду или на волосики, когда он что-то придет ко мне, немножко эфирного масла. Есть защитная, которая мектула, микробы, бактерии, чтобы в садик она приходит. Помните, раньше, когда мы были маленькие, нам мазали оксалиновую мазь, что-то такое. А я мажу сейчас эфирными маслами, да, чтобы тот же самый эффект. Если вы растираете, его так согреваете в ладошках, и можете так погладить ребенку одежду, и потом на волосики еще так погладить этими руками, то будет такой аромат. Три твоих бьюти-секрета. Я обязательно делаю остеопатические упражнения. Десять минут в день на собственную красоту. Это работает? Да, это работает однозначно. Второе, вакуум, животик втягивает, да, когда ты выдыхаешь, втянула и держишь. Там, 5-7 долгих счетов, чтобы у тебя живот был напряжен. Ну, наверное, еще мне очень нравится пилинг кожи головы. Когда ты наносишь с гликолевой кислотой какую-нибудь сыворотку, перед тем, как мыть голову на 15 минут, и она как бы проникает и отшелушивает слой кожи. И потом лучше впитываются всякие маски, питательные вещества, и вообще, в принципе, кожа такая более чистая. Кто-то пришел! Кто-то пришел ко мне! Кто это? Вы жутки чистите. Расскажи, вообще, как получилось, что ты оказалась именно в Лос-Анджелесе? Почему в этом городе? Я приехала первая с Лос-Анджелеса вообще в 2001-м. У меня были гастрольные туры по всему миру в качестве солистки группы Дэма. Солнышко в руках! Я тогда еще запомнила, что как-то странно этот Лос-Анджелес мне не понравился. Потом в 2011-м году я приехала сюда со своим бывшим мужем. Я сняла себе кабриолет, села в него за руль, волосы назад, и поехала, первым днем, конечно же, к океану. Прочувствовала калифорнийский дух. Боже мой, я когда это увидела, я села и просто плакала. И в один прекрасный момент я купила отпуск сюда на поллета с детьми. Это был 2014 год, как сейчас помню. Я увидела эту свободу, что ли, я не знаю. И когда я уехала отсюда, в душе у меня была жутчайшая депрессия. Я думала только об одном – я хочу назад. Одновременно с этим так совпало, у меня вышла очень удачная коллекция одежды. Я заработала свой первый миллион тогда рублей, и они начали накапливаться, деньги, средства. И я поняла, что у меня развязались руки, я могу позволить себе больше. Никто не знал, вообще никто, ни мои родители, ни мои друзья. Я купила в Тихомолку билеты в Лос-Анджелес на 1 сентября. И все дети, которые шли 1 сентября в школы, мои дети ехали в аэропорт Шереметьево. Мы летели обратно в Лос-Анджелес. То есть уже с целью переезда? Нет, я летела попробовать. Я сказала, я лечу на 3 месяца. Обратный билет у меня был в декабре. И когда у меня появился в животе лев, я поняла, что я пускаю корни. Если этот ребенок решил каким-то образом появиться здесь, то есть был для меня прямой сигнал, что я остаюсь. И когда мы улетали в декабре обратно в Москву, у меня было буквально пара недель, чтобы съездить в посольство и поменять свою визу с туристической на другой тип визы, которая позволяла мне оставаться здесь дольше. И я это сделала, я успела это сделать. Забрав опять детей, махнула обратно сюда. Опять же одна, муж не давал мне тогда. Ну, видимо, он думал, что сейчас он мне немножко не помогает, и я вернусь, но нет. А как ваши отношения с ним складывались? Ну, там отношения уже были сломаны, и я не видела поддержки в муже никакой абсолютно, и не видела в нем опоры. Я не была замужем. Деловой лук Лос-Анджелеса. Драные шорты. Кофта. Когда ты едешь с ребенком в машине, то у меня вариант слушать свои музоны. Включаю обычно сказочки. Лев, какая у тебя любимая сказка? Моросята. Моросята? Нуф-нуф и наф-наф. Очень довольный своим домиком. И весело запел. У тебя был страх, что вот ты беременна третьим ребенком, как ты построишь свою личную жизнь? Потому что у некоторых женщин просто фанический страх, что вот она осталась без мужчины, и что это просто сложно, а тем более в другой стране. Вот у тебя был страх или вообще не было? Я же живая женщина, мне было очень плохо. Я осознавала, в какой я патовой ситуации нахожусь. А еще у них у всех будет к тебе подозрение, что ты хочешь их ради женить бы. С тремя детьми, приезжая. Странно, да, было бы. Она, наверное, хочет, чтобы я на ней женился, и она получит грин-кар. Да, документы, деньги. Конечно, конечно. Поэтому мой вариант был, конечно же, получать статус здесь самой. Я расширила свои финансовые потоки. Я урегулировала спектр иммиграционных вопросов. И самое главное, самый последний пункт, который, собственно, и дал мне уже последнюю галочку. Общалась с психологами, очень крутыми, хорошими психологами, которые дали мне ощущение, что я сама по себе кайфовая. Мне не нужно искать вторую половинку. Есть к чему тебе сложно привыкнуть? Может, даже по сей день, что тебя очень сильно напрягает? Первая, конечно же, трудность, с которой сталкиваются все приезжие сюда люди, это язык. Как был твой уровень языка? Никак, никак. Со временем просто потихоньку прилипает к тебе. У меня просто способность к языкам. Я быстро достаточно нахватала всего этого. Все? Лук? Ого. Давай, проходи вот сюда. Там у нас дерево целая жизнь. У нас там есть муравьиная тропа. Они там едут на работу, стоят в пробках. Муравьи? И тут... Куда они едут? В школу едут, на работу. Видишь, у них тут тропа. Доброе утро. Доброе утро. Это я поставила роспись, во сколько мы приехали, во сколько мы забрали. Все, остальное весь день можете отдыхать, родители ни о чем не думают. Ну все, счастливо. Все, хорошего дня. Всем до вечера. Хорошего дня. Если у тебя есть, во-первых, педагогическое образование, только не только российское, но и здесь, да, подтвержденное, ты получаешь лицензию о том, что ты имеешь право делать домашний детский сад, если твой дом расположен отвечать всем требованиям, у него определенная территория, определенные меры безопасности. Группа 14 детей, 7 деток помладше и 7 деток постарше. Малыши занимаются по более упрощенной программе, старшие уже, они уже и письмо, и счет. Поэтому, если есть возможность, то может каждый открыть здесь такой бизнес, свой домашний детский сад. 1600 долларов в месяц один ребенок, всего детей 14 в группе, 22 400. Вот. Из них надо, конечно, заплатить персоналу. Работает 3 воспитателя. Но все равно, я думаю, что 1010 как раз таки остается вот на жизнь. Мне еще очень не дает покоя мысль о детском кафе. Когда ты приходишь в какой-нибудь ресторан, в детском меню стоят макароны и картошка фри. Все. Или чизбургеры. И так, чтобы прийти поесть ребенку супа, там сырники, блинчики, салатик какой-нибудь, котлетки, пюрешка. Такого нету. Я представляю, сколько русских мам, а у нас Марина Дел Рей, где мы живем, если вы выйдете на детскую площадку, то на детской площадке где-то 50 на 50 будет русских и американских мам. Я думаю, что это было бы огромным спасением для мам, но именно русского типа. Потому что вот этим фрайсом, жареной картошкой фри, ты их не накормишь. Саш, ты инстаблогер. Расскажи, пожалуйста, во-первых, планируешь ли ты посты, либо постишь их спонтанно, и вообще, как это у тебя все происходит? Сначала была моя жизнь, а потом как-то к ней притянулся инстаграм, потому что многие сейчас создают свои блоги, прошли курс по созданию успешного блога и начинают с нуля. Вот давайте я буду пресеты, посты. В моей жизни все всегда происходило нативно и естественно. 20 лет на сцене я певица, всегда привлекала внимание ко мне как к публичной личности. Потом я родила своих детей дома. Это тоже начало привлекать людей к моей персоне. Расскажи, поделись, как оно, что. Специального плана, графика, что я пощу, о чем я рассказываю, и кто-то, чтобы за меня писал, нет, однозначно. И просто на протяжении всех этих лет люди читали мою историю жизни. Смотри, а количество постов? Ну вот у тебя нету такого, что, например, у тебя должно быть минимум 3 поста в неделю? Я просто знаю, что если долго не выкладывать пост, транжирование падает. Долго это сколько у тебя? Два дня. То есть у тебя должна обновляться страничка приблизительно каждый день. Есть, конечно же, определенное время, когда ты знаешь, что посты будут замечены гораздо больше. А у тебя никогда не было такого, что вот нет вдохновения? Ты не знаешь, о чем писать? Бывает. Это нормальное состояние, я к нему уже привыкла. Я в Россию летаю один раз в год. Тур это всегда такой большой эмоциональный подъем, это тысячи девушек, обнимашки, цветы, подарки. Прилетела сюда, первый месяц эйфории, что ты все, это закончилась, ты дома, с семьей, океан, пляж, загораешь. Приходит потом осень, и ты думаешь, окей, а что дальше? И в итоге оказывается, что говорить надо про то, что действительно проживаешь. Упадок, депрессия, расскажи об этом. Да, сейчас мне вот как-то скучно. И спросите, а что вам еще интересно, что вам рассказать? Они тебе сами подскажут. Мы сейчас находимся дома у Саши на кухне, она нам покажет, как она готовит свои повседневные, полезные, простые блюда. Вот, собственно, вот в этих двух тарелках находится вот такая вот дневная доза железа, витамина D, кальций, и вот, собственно, обычный простой салатик. Берем кейл. Самый главный секрет, когда вы делаете кейл в салат, у него очень жесткие вот эти стебли. Их надо вытаскивать, отрезать одну треть, ага, и выдавливаю его сюда. Лимончик, он, во-первых, улучшает всасывание железа, смягчает листики. Они не такие жесткие получаются. Поделись секретом, как ты в такой вот личной, прекрасной просто форме? Я просто грамотно скрываю недостатки. Да ладно. Я по своему личному опыту поняла, что 90% формы твоей составляют все-таки питание. Весь прошлый год я пробовала заниматься очень усиленно спортом. У меня был бокс, очень такие изнуряющие тренировки. Я занималась по два раза в неделю. Мне хотелось добиться сладеньким чем-то. Я приходила, и там конфеточки подметала слегка. В итоге сейчас я перешла на очень чистое питание, убрала рафинированный сахар. После троих детей единственная проблема, которая остается, это живот. Потому что живот страдает больше всего, он больше всего видоизменяется, он надувается, сдувается, надувается, сдувается. Поэтому, чтобы мышцы постоянно держались, вакуум лучше всего с ним справляется. Просто девушки часто пишут в комментариях, что, мол, да, Элина, тебе легко и просто говорить, у тебя нет детей, у тебя есть время заниматься и так далее. Вот родишь первого ребенка, вот увидишь как. Всем привет мамам троих детей. Я всегда говорила, что есть девушки, которые даже не имея детей, они за собой, если не ухаживают, у них будет фигура хуже, чем у женщины, которая родила до хоть пять детей, но которая за собой следит. Еще смотри, что мне очень понравилось, в последнее время такая есть система питания, интервальное голодание, так называемое. В сутках 24 часа. Из них 8 часов я ем, 16 часов не ем. Как долго ты уже на таком питании? Ну, уже больше года. У тебя быстро появились какие-то друзья, знакомые здесь? Полно друзей. Очень много было подружек. Ну, знаешь, как все хотят помочь, как-то посадить. А мне кажется, больше даже не помочь хотят, а понаблюдать, как оно там будет у нее складываться. Как только. Первым, что я наладила себе, когда родился Левый, встал немножко на ноги, я впряглась во все свои бизнесы, вгрызлась зубами, подняла просто с нуля там все-все-все-все-все и начала зарабатывать. И я смотрю, круг подруг начал редеть. У кого все и было хорошо, и остается все хорошо, вот те остались. Меня вот часто спрашивают мои подписчики, стоит ли переехать в Америку, как здесь и так далее. И я вот все время думаю, насколько я могу вообще даже своим друзьям советовать вот взять и переехать в Америку, потому что я понимаю, что настолько индивидуальный вопрос в плане всего. Ну, то есть все... Эмоционально, финансово. Ну, естественно. Если у тебя нет бабла, сиди дома. Хороший тебе совет. Очень много денег нужно. Что ты ешь чаще всего? Ну, допустим, пятерка продуктов. Давай кейл не списываем. Кейл это сто процентов. Я уже сказала кладезь. Орехи. Любые. Хлеб. Хлеб. Это моя слабость. Причем мазать маслом сливочным. Рыба. Без рыбы. А какую рыбу ты тут покупаешь? Я покупаю обязательно Wild Cut. Дикого вылова. Кто живет в России, они тоже могут найти. У них есть дальневосточная рыба. Нерка, кижуч, кита. Во. Что касается наших блюд русских, вы готовите там борщ или что-то такое? Обязательно. Мы готовим борщи, солянки. Ты говорила, что твой мужчина, он гурман, он американец. Как он относится вот к нашим таким традиционным блюдам? Знаешь, он каждый раз приходит такой... Ой, опять эти борщи жирные. А я говорю, у нас русская пища она достаточно жирная. У нас там везде масла много. Не, не буду. Потом такой вечером придет такой... Ладно, разогрей меня. И все равно ест нашу еду, причем с большим удовольствием. Так что едят американцы нашу, только за ушами трещит. Как ты считаешь, можно ли правильное питание соблюдать, живя в России? Да. Это то, чем, собственно, я занимаюсь на своих семинарах. Я людям делаю большие подборки магазинов, где можно заказать вот эту нормальную органическую еду. Потому что я сталкивалась с тем, что мне вот пишут, ну, Элина, в ЛА это очень легко и просто. Мне тоже это пишут. Это отговорка для ленивого. Ты знаешь, вот я раньше, когда не придерживалась правильного питания, я просто не видела полезных продуктов в магазине. То есть, потому что мой взгляд был сфокусирован совершенно на других продуктах. Я их просто не замечала. И еще очень важный момент. Пожалуйста, я вас умоляю, никогда не ходите за продуктами голодными. Кстати, ребят, это один из советов, которым я тоже поделилась в своем видео на платформе Уиспенс. Помимо лайфхаков для продуктового шопинга, на платформе вы узнаете все секреты моего подтянутого тела и здорового образа жизни в целом. Я подготовила для вас десятки полезных видео на такие темы, как питание, психология, сон и саморазвитие. Создала здоровые и вкусные рецепты на каждый день. И записала медитации, с помощью которых вы обретете жизненный баланс и гармонию. Причем Уиспенс это не просто фитнес-программа, это моя личная философия успеха, в основе которой лежат 4 элемента. Тренировки, питание, ментальное здоровье и сон. У Уиспенс есть все необходимое, чтобы сделать вас здоровой, счастливой и успешной личностью. Благодаря встроенной функции аналитики Уиспенс отслеживает вашу эффективность по ряду показателей и ваш прогресс на пути к цели. Вам больше не надо тратить деньги на диетологов, персональных тренеров и абонементы в тренажерный зал. Независимо от уровня вашей физической подготовки, программа сама подбирает вам нагрузку и рассчитывает калории на каждый день, исходя из ваших данных. Все очень просто. Вы включаете тренировку и занимаетесь вместе со мной. Тысячи девушек со всего мира уже присоединились к моей команде Уиспенс. Попробуйте мою платформу абсолютно бесплатно. Ссылка под видео. Регистрация занимает менее минуты и не требует ввода банковской карты. Вы моментально получите доступ к функциям платформы. Я уверена, этот шаг станет началом нового этапа в вашей жизни. Ты рожала ребенка без поддержки мужа и вообще одна? Как это было? Грустно. Я бы не пожелала даже самому своему злому врагу. Это было очень тяжело. Я просто об этом сейчас уже говорю безэмоционально, потому что, мне кажется, я уже все выплакала. Слушайте, я начинаю со схватки, у меня начинает отходить вода прямо на променаде Санта-Моника. Вот люди, у меня воды текут. И у меня со мной все мои дети и плюс еще их друзья. У меня было четверо детей со мной и пятый у меня внутри решил родиться. Я спокойно разворачиваю детей и говорю, ребята, мороженое сегодня отменяется. Мы идем, я иду на парковку, ищу на этой парковке машину, сажусь за руль, включаю в навигаторе свой дом, везу всех домой, на машине, параллельно пешу акушерки у меня, отходят воды. И так хотелось написать кому-нибудь, ты знаешь, мне так больно, у меня идут роды, а мне было некому написать. И папе с мамой не вздумайте говорить о том, что у вас начались роды, потому что это самые люди, которые сойдут с ума. И знаешь, я помню самый момент, который, наверное, до сих пор еще мне немножко цепляет струнки моей души, вот так болью, эхом боли отзывается, когда ребенок уже родился, и вот он уже здесь. И он такой хорошенький, он такой совершенный, он просто чудо человеческое. Как может быть так на свете, что ты больше никому не нужен? Ты нужен только мне. Как у многих женщин бывает, послеродовая депрессия у тебя было вообще? Это нет? Никогда. То есть это миф? Нет, это не миф. Я видела женщин в послеродовых депрессиях, но это не про меня, потому что у меня не было времени расслабиться и просто даже почувствовать себя расстроенной. Расскажи, как вы познакомились с Дэном? Буквально за неделю до встречи с ним я разговаривала с одним из своих психологов волшебных. Говорю, ну вот что у меня не так? Ну ведь классная баба же я. Ну вот уже и тут состоялось, и вот тут у меня в порядке. Почему? Говорю, они вот все вроде бы на меня западают, а потом как-то так хоп и подвисают в воздухе. Она говорит, Саш, тебе нужно общаться больше не с такими вот мухлебродами какими-то, а вот иди и общайся больше с парами, которые уже состоявшиеся, которые могут познакомить тебя с такими же их статусом, приблизительно социального уровня, ну одинокими мужчинами. Вдруг одна из пар моего окружения предлагает мне пойти на фестиваль еды, где придет их приятель, друг, который недавно остался со своей русской девушкой. У меня первая часть очень понравилась, что придет вдруг адвокат, юрист, русская девушка тебе не понравилась. А вот который остался с русской девушкой, мне уже эта часть не очень понравилась, думаю, что я там буду зализывать чужие раны, он там будет страдальцем таким, а я буду там его что, клоунесса такая веселье. Думаю, ну ладно, схожу. И тут мы садимся с ним рядом и начинаем общаться. И я вдруг понимаю, насколько мне комфортно, потому что я привыкла, знаешь, когда я общалась с какими-то такими модными, прикольными американцами здесь, они все такие на сленге. А Дэн настолько четко со мной разговаривал, я все понимала, что он говорит. Он, если что-то я не понимаю, разжевывал мне любую шутку. Он настолько за мной трогательно ухаживал. И когда закончился этот вечер, я выходила, у меня было очень хорошее настроение. Я думала, ну вот он точно возьмет телефон, потому что, ну вот, видно, что энергетика очень прям плещет, что нам хорошо. Жмет мне руку, говорит, очень приятно было познакомиться. И уходит. Я сажусь в машину, сижу, еду, и меня как говном облили. Где у меня поломка? Может быть, я выпендриваюсь слишком много. Может быть, зря я надела все эти гучи на себя. Может, он испугался. Я не знаю, что не так. Она говорит, ну подожди, подожди, еще не вечер. Может быть, он еще возьмет. И буквально на следующий день он уже звонил Марине. Она мне не сказала об этом. Звонил, узнавал ей про меня одна, сингл я или не сингл. То есть, есть ли у меня пара или нет. И когда он узнал, что у меня нет мужчины, она ему рассказала про моих детей. И он попросил у нее мой номер телефона. Он сказал, что я знал, что ты будешь моей женой через две недели. Говорит, я точно знал, что я тебе сделаю. Я очень хотела сделать предложение, говорит, сразу. Ну просто, говорит, я подумал, что ты подумаешь, что я псих. Он 9 месяцев не ждал, 9 месяцев. Так он тебе уже сделал предложение? Да, вот. А как дети приняли Дэну? Вась, как вы приняли Дэна? Нормально. Нормально, как в школе, нормально. Любой публичный человек, блогер сталкивался с хейтерами. Ты игнорируешь, ты не отвечаешь, блокируешь таких людей. Я открою, может быть, секрет всем. Может быть, после этого многим блогерам или влогерам станет легче жить. Они самые большие наши поклонники. День пройдет зря, если они не прошерстят твои сторис от и до и найдут у тебя вот тут морщинку, вот здесь залом. У нее ноготь обломался. Боже, если они это не обсудят, у них жизнь пуста. Я сопереживаю этим людям, что они потеряли где-то себя, свое счастье, свою радость, свою энергию. Они не в способности подпитывать себя сами. Их не подпитывает их внутренний ресурс. Они пытаются твоим ресурсом. Что ты можешь испытывать? Я их люблю, правда. Вот искренне люблю и отдаю им свою энергию. А когда ты к этому пришла? То есть ты всегда к этому относилась? Были времена, когда тебя это раздражало, злило, не понимало? Я обижалась. Но опять же, это всегда выбор человека. Когда мы обижаемся на кого-то, мы сами себя обижаем. Ну да, у нас есть выбор. Конечно. Впустить, не впустить. В тот момент ты просто думаешь, а хрена ли я трачу свои ресурсы? Да, они такие. Окей. Что ты можешь сделать? Ничего. Ты можешь только принять. И когда ты принимаешь это все, тебе становится сразу легче жить. Наполняй себя хорошими, позитивными ресурсами, светлыми. Ну да, это очень крутой совет. Я сама возьму на заметку. И, ребят, применяйте. Вообще, Инстаграм является твоими, одним из источников заработка. Когда ты делаешь рекламные посты для других брендов, либо ты только рекламируешь, например, свой бренд в косметике. Приносит доход не реклама кого-то, а мой продукт. Я его создаю, полностью произвожу от и до и выпускаю на рынок. И вот именно продажи мой доход. Ну, а ты бы стала рекламировать просто другой продукт, какой-либо? Да. Ну, да, я беру. Спортивная одежда, например. У меня только очень жесткие критерии. Из всего, наверное, стопроцентного запроса на рекламу я беру 5-7%. Я теряю около 60 тысяч долларов в месяц. Последняя реклама, которую ты отказалась брать, это что было? Например? Ну, слушай, например, говорят, Саша, прорекламируйте мой магазин, я привожу сумочки. Я иду в этот аккаунт, смотрю, во-первых, сумочки, если это кожаные сумочки, я не буду поддерживать то, что там убивали животных. Сейчас я заметила, многие родители уже буквально с рождения ребенка заводят инстаграм. Как ты считаешь, правильно, неправильно, есть ли у твоих детей инстаграм? Есть у всех троих. Это неактивные инстаграмы, они просто есть. Раз там в 2 месяца появляется какая-нибудь фотка. Например, старшая моя дочь Василиса, она уже имеет право, ей 15 лет, в инстаграм можно вести с 13 лет. О, кстати, я не знала. Да, официально можно, то есть до 13 лет это должен быть родитель. Она вела его в начале, когда мы только переехали в Америку, ей было тогда 10-11 лет. Потом как раз таки хейтеры затравили ее, начали писать про нее некрасивые вещи. Просто дети должны быть научены с детства об этом. Саша, кто тебе помогает делать контент, фотографии, я имею в виду? Кто тебя фотографирует? Для этого у меня есть девочка, Элера. Мы с ней встречаемся приблизительно один, максимум два раза в неделю. И за день снимаем все то, что у меня будет опубликовано за следующую неделю. То есть вы сразу многое делаете наперед контентом? Да, я просто беру несколько луков разных, мы придумываем разные тематики, мы снимаем рецепты разные полезные, мы снимаем там обзоры. Но также у меня в перемешку просто фотки, которые делаю я сама. В процентном соотношении больше профессиональных фотографий либо айфонов. Давай посмотрим, мне самой интересно. И замечала ты статистику людям, какие больше нравятся? По-разному. Бывает профессиональная красивая фотка, крупняк. Обычно крупняки больше всего, когда вот лицо, хорошо можно прочитать черты, люди любят луки, посмотреть, как ты одеваешься. Но больше, конечно, количество лайков собирают семейные, любовные, вот с моим мужчиной особенно. Ну что, да, я уже проголодалась на свежем воздухе. У нас здесь на Венисе самая благоприятная почва для вегетарианцев. Любишь авокадо-тос? Да, очень. Я покажу тебе, где у нас находится самый вкусный авокадо-тос. Погнали. Саша, ты много работаешь, и мне интересно, тебе хватает времени, чтобы готовить дома что-то? Ты готовишь? Да, да, готовлю. Не каждый день. Вообще, в принципе, я поняла для себя, что я не люблю готовить. Аналогично. В плане вот этой вот ежедневной рутины, но просто приготовить что-то классное, вкусное, полезное. Да, из настроения. А детей как ты учишь питаться? То есть они на правильном питании либо им сложнее? Это моя боль. Мне все говорят, Саша, не кипишуй, это придет. Просто не сейчас, просто позже, когда они стали взрослее, они начнут более сейчас. Они приезжают в рестораны, и они заказывают себе, вот как все дети, бургер, кисадирию, я не знаю, пиццу. Дома полегче, можно в суп подмешать, и всякие там шпинаты, и так далее. Тост выглядит просто шикарно, ребят, посмотрите, и он такой огромный, что это как полноценная такая порция пищи. Ну, я имею в виду, это не просто тостик. У них здесь идеальное сочетание масла, сверху поливают перец и соль. Я, кстати, даже такое не видела. Очень вкусно, пробуй. И хлеб они упекают здесь, короче, небесная штука. Саша, можно заклинуть в твой холодильник? Слушай, можно, но предупреждаю, у нас еще не было закупок, потом будет достаточно пустой. Ну, вот как раз-таки лосось, про который я говорила, да? Вот икра, пожалуйста, красная, икра черная, астраханская, малосольная. У нас йогурт, но на кокосовом молоке, да, дети едят только растительное молоко. Обязательно много будет зелени, ведь у нас есть шпинат, браколини, у нас Макар любит браколини кушать. Слушай, а как ты относишься к соусам? Ты употребляешь какие-то соусы, кетчупы там? Нет, кетчуп я не ем, он у нас есть, но, видишь, он полный, стоит тут уже давно, но при этом он написан, на немешний органик. Вот горчицу я дижонскую люблю добавлять в авокадо толченое, масло из черного тмина, его прям вот чайную ложку в день съедать, как must have. Вот это то, что дети мои и я едим каждый день. Это масло кхи, ну, топленое масло по-русски. Обязательно покупайте его, ежедневно должно быть в вашем рационе. Посмотрите еще, чтобы было написано, что коров травяного выпаса, у них больше кальция. Его в кашу, в чечевицу, в картошку, если там какую-нибудь пюрешку делаете, добавляйте везде. А фрукты-то какие покупаешь? Ну вот, богатые, опять же, железом, типа гранатов, богатые витамином С, типа киви, люблю манго. Делаем, кстати, сейчас покажу, мороженое. То есть, если они хотят что-то сладенького, мы сами просто готовим с ними, берем просто клубнику, в блендер кидаем, кокосовое молоко, можно йогурт кокосовый, все. Если тебе хочется сладкого, чего-то съесть, вот у тебя есть еще какие-то коронные десерты, вот без добавления сахара? Да, сегодня их у меня нет, к сожалению, в доме, чтобы вам показать, у меня закончились, и доставка будет только через два дня. Я заказываю здесь у девочки, она русская, готовит потрясающе, нереально крутой шоколад из куркумы. Там есть либо кокосовая мякоть, либо финики. В общем, это так вкусно, у нее уровень, просто вот, я бы сказала, круче, чем и ревон. А что это у тебя за травки? Это чай? Где? Это листья маринги, кстати. Драй маринги лифс. Железо. Смотри, написано, в три раза больше калия, чем в бананах, в семь раз больше витамина С, чем в апельсинах, в 25 раз больше железа, чем в шпинате. Как его заваривать просто? Как чай. Вот из России, например, грудные сборы я привожу, наши хорошие российские грудные сборы, когда детки болеют. Кстати, как климат твоим детям подошел? Ну, вот в целом, можешь сравнить, допустим, как они болели в России, как вот здесь? Ой, слушай, первые годы мало болели, и как-то прям все, я так радовалась, думала, ой, как классно все, точно морской воздух, потом пару лет буквально, вот просто не вылезая. Не серьезные, не хронические заболевания, к счастью. Простуды? Вот эти, да, простуды противные, инфекционные всякие вот эти штуки, это было, конечно, ужасно неприятно, а потом я поняла, это была больше психосоматика. Психосоматика, это зависимость, и больше она шла от меня. Я была в тревоге, в беспокойстве, а не в наслаждении и радости жизнью. И это мое вот это беспокойство, оно переходило на детей, они у меня так вот болели постоянно. Саш, каких твои три любимых средства косметических, если мы говорим сейчас о декоративной косметике? Number one, тинт от Glossier, оттенок G7. Он настолько легкий, он не лежит на коже, вы знаешь, большим каким-то слоем тона, он прозрачный, он двигается вместе с твоей кожей, видишь, как он... Это как биби-крем? Почти, но видишь, какой он увлажняющий, практически ты его не видишь. Тушка Борре, Vivienne Sabo, не знаю, знаешь такую тушь? Да, я слышала, ее много хвалят. Ее хвалят, но и в Америке ее нет, я привожу сюда из России, прям вот пачками, и моя дочка ударит своим подружкам, так как она делает ресницы, не делает никто. Палетка, наверное, Бека, самая моя любимая палетка, у них вот эта нюдовая. Да, хорошая. Сразу какие оттенки я пользую. Это моя троица святая, да, про которую я тебе говорю, это пилинг, кислородная маска и сыворотка. Ну, чтобы ты понимала, кислородная маска, это что-то вот такое, ты наносишь, и оно становится такой пенкой, и когда ты ее смываешь, она такая подтянутая, розовенькая, прям как у младенчика, видишь, она все больше и больше становится беленькой. Вот, наверное, мои самые любимые средства. Ребят, как я и обещала, конкурс. Условия конкурса очень простые. Первое, вам нужно подписаться на меня и на Сашу в Инстаграм. И второе, написать в комментариях, какой момент из этого видео вам понравился и запомнился больше всего. Победителя мы выберем рандомным образом и объявим в Инстаграм сторис через две недели. Наш победитель получит уникальный подарок, это будет косметика Саши. Саша, расскажи о своей косметике. Мой личный бренд, производится он и в Америке, здесь у нас, но летит с любовью в Россию. Люди, которые работают с любовью в лаборатории и не машинально, а реально с душой подходят к производству продукта. Мне кажется, это очень важно, тем более я человек, который верит в энергии. Второе, эта косметика полностью натуральна. Если ты почитаешь состав, там будут одни сплошные герани, гранаты, то есть это растительная косметика, но при этом она очень эффективная, она приравнивается даже к профессиональной косметике уходовой. Мы подарим с удовольствием набор моей косметики, радоваться вместе с вами, а вы потом будете радоваться этой косметике, смотреть, как ваша кожа преображается, сияет, вот как наша с Элиной, теперь у Элины тоже будет, какие бы советы ты себе дала, 18-летней? Сейчас прозвучит немножко странно, но я расшифрую. Любить себя. Когда ты любишь и принимаешь себя целиком и полностью, ты не позволяешь другим людям обращаться с тобой пренебрежительно, неуважительно, и ты не позволяешь себе рушить свою собственную жизнь. Я в этом плане наделала очень много всяких ошибок, и сейчас высоты моих уже почти скоро, через полтора года, 40 лет, звучит страшно. Могу сказать, что только полюбив себя, открывается совершенно новый иной мир вот этого жизни, проживания в сейчасе. Делайте то, что делается, потом все равно все проанализируете, переосмыслите, самое главное физически, не испортите себя, а там психологически ушла, долечитесь, психологов, если что. спасибо вам за просмотр этого видео, я очень надеюсь, что оно вам понравилось, если да, ставьте лайк, также в комментариях напишите, с какой личностью вы бы хотели увидеть подобный выпуск, а мы с вами скоро увидимся, пока!